Было-стало. Вот девиз, который сейчас распространяется по Владивостокским дворам. Жители разных частей города ежегодно буквально вступают в гонку, чей двор будет лучше, ярче, а функционал разнообразнее. И если несколько лет назад между задумкой и реализацией стоял большой финансовый вопрос, где взять на это деньги, то теперь собирать со всех соседей взносы, чтобы организовать во дворе песочницу, совсем не нужно. Теперь инициативные граждане имеют возможность объединяться в территориальные общественные самоуправления. А после механизм простой. Разрабатывается проект, подается на конкурс. Далее победители уже из окон наблюдают, как мечты воплощаются в реальность. И для того, чтобы такая огромная площадь не пропадала, просто вот не захламлена была, непонятно чем, понимаете, вот сделали вот такое, это замечательно, что у нас образовались стосы, понимаете. Это такой двигатель, который заставляет человека, может быть даже и без детей, но заняться вот таким благотворительным делом, чтобы получить такую красоту. Хотя у меня здесь внуков нет, детей здесь нет, я сейчас одна живу, поэтому все равно надо кому-то делать. А иначе пока предлагают, пока тебе дают, есть такая возможность, это все, надо пользоваться этим моментом. А потом просто никто больше не даст. Нам очень нравится эта площадка, мы очень любим гулять на ней. До этого было, конечно, здесь место не очень. Сейчас построили еще одну, но думаю, что очень хорошо. Спасибо. Дима любит везде играть, то есть ему, он начинает с горки, потом на карусель, то есть делает круг почета. В 2022 году при поддержке правительства края во Владивостоке тусами выполнено 34 проекта. В 2023 таких проектов было уже 65. В этом году только на конкурс подали 126 заявок на участие. Сегодня конкурсная комиссия приступила к отбору победителей, которые получат деньги на реализацию своих проектов по благоустройству территории в размере полутора миллионов рублей. Решения об инициативном бюджетировании поддерживают на федеральном уровне. Уважаемые коллеги, повышение благополучия, качества жизни граждан – это базовый приоритет нашей с вами общей работы. И, как уже сказал, люди часто обращаются именно в органы местного самоуправления, когда сталкиваются с насущными проблемами. Но для них главное, чтобы, для людей, главное, чтобы у них вопросы своевременно решались. С помощью подобных проектов жители Владивостока могут самостоятельно решить вопросы местного значения. Благоустройство придомовой территории, установки площадок для выгула собак, детских и спортивных площадок, уличных тренажеров, освещения улиц, благоустройство автомобильных парковок и многого другого. Из реализованных в 2023 году проектов 37 касались обустройства детских и спортивных площадок, 28 – асфальтирование, ремонта лестниц или подпорных стен, обустройство парковок и скверов. По этим же проектам установили камеры наружного видеонаблюдения. Конкурс проектов ТОС реализуется по всему Приморскому краю при поддержке губернатора Олега Кожемяка.